Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие товарищи! Ну, кому как приятнее себя называть? Мне абсолютно всё равно, на самом деле. Просто говорю, здравствуйте и всё. Благодарю вас за всё, за то, что вы пишете комментарии, за то, что ставите лайки, за то, что вообще любите музыку, и за то, что материально поддерживаете канал. Это тоже приятно и полезно нам всем, и вам тоже в том числе, потому что это позволяет мне с большей лёгкостью покупать пластинки, чем я это делаю без материальной поддержки. Это делаю тоже, но с материальной поддержкой легче и приятнее. Да, спасибо. Ну, а что касается... Да, вот что хочу сказать про комментарии. В комментариях всё время пишут, а не поговорить ли нам о том, а не поговорить ли нам о сём. Послушайте, если вы не смотрите в плейлисты, где очень много роликов уже разных записано, наберите в поисковике в YouTube просто Алексей Рыбин про кого-то там, и раз и выскочит уже или не выскочит. Если не выскочит, тогда другое дело. А если выскочит, то смотрите спокойно. Ну, можно просто в плейлисты позаглядывать и много чего интересного там найти. Или неинтересного. Ещё о комментариях мне пишут, что, может быть, с большей осторожностью рассуждать о лучших гитаристах или не лучших гитаристах. Своё мнение по поводу лучших гитаристов я уже озвучивал, а заключается оно в том, что их не существует. Что, в общем, все гитаристы хорошие. Те, кого мы слышим на записях. И другое дело, нравятся они или не нравятся. Ну, а что касается, может быть, не стоит. А почему не стоит? А кто может мне запретить в свободной стране рассуждать о чём угодно? Никто, отвечу я вам на вопрос, который я сам себя знал. Никто. Ни один человек. Поэтому я рассуждаю и буду рассуждать о лучших гитаристах в том числе. Не только об этом, а о многом другом. Но я вспомнил сегодня замечательную пластинку Би-Би Кинга, Билли Райли Кинга, которая вышла в 1983 году. Называется она «Блюз энд джаз». Это специально для тех, кто не любит джаз. И специально для тех, кто не любит блюз. На самом деле, это замечательная музыка. Вот так вот она выглядит. На обложке здесь изображён торт. Это торт ко дню рождения Би-Би Кинга в 1983 году. Потому что альбом был записан аккурат под день рождения. И ему было тогда, тогда ему исполнилось 59 лет, по-моему, если мне правильно не изменяет. То есть уже наступало 60-летие на горизонте. Но, тем не менее, вот этот красивый торт такой вот здесь изображён. Праздничный день рожденский. Вот где-то торчит с этой стороны. Блюз энд джаз. Не знаю я даже, что сказать. Очень много людей как-то, ну, среди тех, кто любит блюз, судя по комментариям, как-то про Би-Би Кинга не очень. Говорят, что «Ой, ну, это да, это как бы да, ну, как бы вот есть и Элвин Ли, там и прочие замечательные гитаристы». А я вот разговаривал сравнительно недавно с одним замечательным санкт-петербургским гитаристом, высочайшим профессионалом. Просто уровень-уровень такой, как надо. И он сказал, когда я учился играть на гитаре, я научился многому. И мне казалось, что всё, вот скорость, звукоизвлечение, вот это всё, вот это всё. Просто я уже какие-то одолел этапы. Потом послушал Би-Би Кинга и понял, что ничего я ещё не одолел. И два года, два года этот профессиональный человек учился играть так, как играет Би-Би Кинг. Его вибрато, его бенды, его подход. Два года. Научился или нет, трудно сказать, потому что он играет совершенно другую музыку. Вообще не имеющий отношения к той музыке, которую играл Би-Би Кинг. Но тем не менее, вот это всё, это да. И если вы сумлеваетесь, как говорил один знакомый человек, или хотите приобщиться, просто никогда не врубались так плотно в музыку Би-Би Кинга, в его гитарную игру, то можете начать, например, с последней вещи на этом альбоме «I can't let you go». Она медленная, но не печальная. Она и не меланхолическая, не меланхоличная, и не тревожная, и не грустная. Она просто такая гитарная. И вот там Би-Би Кинг играет, и вот этот звук его фантастический, неповторимый, который... Я не слышал такого ни у кого. Я слышал, как под Сантану играют люди, как там под Калут и ещё. Очень много попыток играть под Стивера и Воина, к которой я, честно говоря, равнодушен при всём уважении. Но вот так как Кинг – это братцы, я не знаю. Ну вот можно начать с этой вещи, «I can't let you go». А можно начать прямо с первой самой «Inflation Blues». Песня не новая, прямо скажем, но исполнена очень мощно. И вот здесь и тебе гитара Би-Би Кинга с самого начала и до самого конца. В серединке ещё соло. И соло на саксофонию, помрачительное. Пластинка же называется «Джаз и блюз». Да, правильно? И здесь Би-Би Кинг собрал очень мощный биг-бенд, который, надо сказать, не перетягивает на себя. Здесь такое название провокационное достаточно, потому что «Джаз и блюз» у Би-Би Кинга были гораздо более джазовые пластинки, чем это. Если говорить о стилях, просто о музыке. Гораздо более откровенно джазовые. А это откровенно блюзовое, но с отличным биг-бендом, которым управляет Келвин Оуэнс. Трубач, с которым Би-Би Кинг работал много лет назад, и Оуэнс занимался аранжировками музыки Би-Би Кинга для записей, что он сделал и здесь, в 83-м году. И прекрасно строящий и играющий биг-бенд, там три трубача, четыре саксофона, по-моему, если мне память не изменяет, и вибрафон еще, что удивительно, с блюзовой гитарой, вибрафон, он как-то не рифмуется, как правило. С джазовой гитарой, да, а с блюзовой, все-таки Би-Би Кинг, это чисто блюзовая история. Но, тем не менее, здесь очень хорошо это укладывается. И я говорю, что это не перетягивает в джаз. Хотя есть пара вещей таких джазовых, чисто джазовых, хороших. А в остальном, ну, inflation blues, понятно это. Джазовая пьеса, которую уже, так сказать, Би-Би Кинг не раз до этого играла на концертах и на студийном альбоме, по-моему, не помню, на каком она была. И вот здесь это саксофонное соло, неистовое, невероятное. После этого Брокенхарт, к которой Оуэнс приложил руку, серьезно, аранжировочно. И это такой вот сразу, с первых тактов партия Би-Би Кинга начинается. И как бы это медленный, но такой жесткий достаточно блюз. Хотя inflation blues, он яростный просто, там Би-Би Кинг и поет, очень жестко и прямолинейно. А вот эта вещь, она как-то начинается вот с потрясающей игры мастера гитарного дела. и развивается в такой вроде бы медленный блюз, да. А он не медленный, он жесткий. Он понимает, что это жесткая штука. И она так и прямо идет. Зато Sell My Monkey, следующий номер, вот здесь уже пошел. джазуха, пошла джазуха. И пошла гитара Би-Би Кинга, и неожиданно появляется, выходит на первый план вибрафон. Такая удивительная, удивительная прозрачность, какая-то космическая какая-то история такая появилась в джазово-блюзовом вот этом номере. Очень интересно. Sell My Warning медленная, медленный блюз. И кажется, кажется, что вот сейчас расслабон такой будет. Но Би-Би Кинг играет настолько агрессивно здесь, настолько много, хотя все привыкли, что Би-Би Кинг играет мало, да. На концерте, то есть он играет, там четыре такта играет, потом поет, потом рассказывает истории какие-нибудь, потом еще четыре ноты играет, там бэнд какой-нибудь там четыре-пять нот. И опять пошло пение. А здесь такое развернутое соло, что любо, дорого. Театр Апсурун Май Айс. Мне как-то вот эта песня кажется самой может быть стандартной здесь, не то чтобы не яркой, они все яркие, они все прекрасно аранжированы, ну и я ее пропущу. Может быть кому-то вам понравится, не знаю, может быть не понравится. Ну, зато на второй стороне Rainbow Riot, инструментальный просто поток лавы на нас валится, когда Биг Бенд вовсю уже отрывается. Отрывается. Понятно, что писали в разное, так сказать, в разное время, в разной последовательности все это дело записывали, не знаю в какой, но такое ощущение, что на первой стороне Биг Бенд копил силы, копил, 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 и Rainbow Riot как мочил, как врезал. Ну и гитара, конечно, присутствует вовсю, и саксофон выдает соло, и во второй вещи, на второй стороне саксофон режет просто пополам нас, но вот это Rainbow Riot вот так вот бум, такой бух и сидишь. Вот это вот, что может Биг Бенд сыграть, хорошо аранжированный, хорошо сыгранный и с хорошим материалом музыкальным. Я вообще люблю звучание Биг Бенда, но не всегда, прямо скажем. А здесь это ух, ух, когда Darling You Know I Love You, вот это вторая вещь, тоже с саксофоном соло, и они вот, вот эти, вот эта сторона более джазовая, вторая сторона, уже пошла такая джазовая история Make Love To Me, соло на трубе наконец-то мы слышим, грандиозная, замечательная, и I Can Let You Go, последняя вещь, как я уже говорил, вот эта тонкость, тонкость, вот эти, даже мне неудобно называть это бендами, потому что, ну, бенды все, бенды, вот это все, бенды, бенды, а это не бенды, это музыка, это игра на гитаре, ну, как можно сказать, подтяжки тоже, это все, ну, как-то это мелко, это пошло звучит, бенды, подтяжки, это все, все играют, там, в любой музыкальной школе, в любом клубе, там, приходи, вот они играют, бенды все, а здесь музыка, здесь такое чувство тона, чувство, чувство струны, ощущение пальцев, вот как, вот человек живет, вот он живет, и, и эта жизнь передается через кончики пальцев, струне, да, и струна вибрирует, и датчик это снимает, и по проводам это чувство идет, это вот так, да, это вот так и есть, так это дело и звучит здесь, критики говорили про этот альбом, что, ну, это, конечно, не то, вот, в 60-е, в 70-е, Би-Би Кинг играл блюз, по-настоящему, это было круто, а здесь уже, как-то это все стало коммерчески звучать, как-то уже облегчалось, облегчил он немножко игру, нифига не облегчил, здесь такие гитарные истории, что куда там, куда там круче еще, я не знаю, то, что было после этого альбома, уже там в 90-е годы, там, да, там уже, в общем, достаточно такие, лайт-блюз такой пошел, ну, а здесь я не знаю, но, критики на то и критики, да, и люди вообще, да и в комментариях тоже я читаю, что вот раньше было хорошо, а теперь уже не музыка, уже не то, в общем, это обычная история, это всегда так говорили, и будут говорить, что вот, когда мы были молодыми, вот блюз играли правильно, и рок играли правильно, и рок-музыка была грандиозной, а сейчас уже все не то, сейчас уже коммерция сплошная, ничего нет, то же самое ровно, вот слово в слово говорили об этом альбоме 83-го года, в 83-м году, вот, так что не обращайте на это внимания, и эта пластинка замечательная, вышедшая в 83-м году, блюзинг-заз, и сегодняшняя музыка замечательная, и просто надо ее слышать, слушать, слышать, понимать, и чувствовать, самое главное чувствовать, чувствовать, музыка меняется со временем, темп жизни меняется, все меняется, и музыка звучит сегодня, конечно, не так, как вчера, это совершенно нормально, от этого хуже она не делается, я пошел пить, надо горло промочить, все, пока. все, пока. 90-м году. Вернее, И до сих пор,